Досрочные выборы губернатора Новосибирской области состоялись. В обл. избиркоме обработали 100% бюллетеней. По предварительным данным, победу одержал Андрей Травников. За Кубанова Анатолия Анатольевича проголосовало 73 762 избирателя, 11,73%. За Михайлова Георгия Михайловича 21 300 избирателей, 3,39%. За Савельева Дмитрия Ивановича 109 076 избирателей, 17,35%. Травников Андрей Александрович 64,52%. 405 722 избирателя. Явка в целом по области составила 29,52%. Примерно такие же цифры были на выборах губернатора в 2014. Есть районы, где количество проголосовавших перевалило за 60%. Например, Сдвинский, Сузунский и Качковский. При этом, как отмечают в обл. избиркоме, серьезных нарушений, которые хоть как-то повлияли бы на итоги голосования, не было. Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона Андрей Травников поблагодарил жителей области за поддержку. Большое спасибо всем, кто меня поддерживал и в избирательной кампании, и кто поддерживал меня. Вчера, в день голосования, я это, безусловно, очень ценю. Приятно узнать, что огромное число новосибирцев поддерживает меня, мои предложения, мои планы по развитию Новосибирской области. Это придает дополнительные силы и вселяет уверенность в том, что все задачи, которые мы вместе с вами определили при поддержке населения, мы сможем реализовать. Хотел бы поблагодарить областную избирательную комиссию, все участковые избирательные комиссии за четкую совместную работу, которую мы провели в преддверии и в день голосования. По оценкам экспертов, победа Андрея Травникова – это результат последовательных действий администрации области по развитию региона. Наметились позитивные сдвиги в экономике и началась реализация инфраструктурных проектов. Кроме того, за время избирательной кампании область получила вектор развития на годы вперед, в частности, вместе с участием жителей разрабатывается стратегия социально-экономического развития региона «Сибирское лидерство». И сложилась целая команда единомышленников, готовых реализовывать эту стратегию.